Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина и вы на моём канале. Сейчас у нас, ну, наверное, часов уже 9 на часах, но мы успели уже и покормить курочек, я их отпустила на вольный выгул, полностью всех отпустила, они все вместе гуляют, никто никого не обижает, всё хорошо, инкубационное яйцо я пока собирать не буду, поэтому даже ничего страшного, ну, хотя то, что они перемешаются, вряд ли, конечно, потому что шёлки, они сами по себе, они в закончике, ликбары теперь сейчас на улице, хмараны ещё не несутся, поэтому в этом тоже, как бы, 100% не будет никакой смеси кровей, вот, поэтому все гуляют, все на улице, у нас сегодня уже прохладно, солнышка сегодня нету, но у меня отличное настроение, ко мне приехала мама, это значит, что работа будет кипеть. Мама сейчас пересаживает цветы, и мы решили высадить, у меня теперь такая зона получается, где ягодная, вот, теперь у меня там целая плантация малины, конечно, это грубо говоря, но для меня это очень-очень такая победа, у меня теперь 4 ряда малины, вот, разные, посмотрим, какая будет по весне, может быть, это даже один сорт, потому что и та, что мне дала соседка, она ремонтантная, и которую мне привезла подписчица, она тоже ремонтантная, у меня дети до сих пор её собирают, хотя я её уже посадила, Баграм в восторге от малины, он мне долго просил посадить, но был не сезон, естественно, вот, теперь мы решили высадить весь крыжовник тоже в рядочек, потому что у меня был у нас, получается, как возле курятника куст старый, ещё от старого хозяина, и тоже подписчица мне привезла крыжовник, и мы решили так вот рядочком теперь это всё высадить, пусть будет крыжовник весь вместе, и будет такая, знаете, как ещё живая изгородь, потому что решили вдоль дорожки посадить, ну, на таком хорошем расстоянии, конечно, чтобы крыжовник не кололся, вот, я считаю, что будет очень красиво и вкусно, что немаловажно. А это наши девочки, мои красавицы, мы им положили старое кресло, чтобы они на нём спали, а они взяли его порвали, вот этот поролон, который вы видите, это они раздирают вот эти кресла для сна, собственно, чтобы им было тепло, ну, ничего, сейчас поролон уберу, что-то же достанется, где-то же у них лежаки, да будут, да, гильзы, красавица моя, Беллочка. Про гильзы всё интересно, просто некоторые спрашивают про купирование ушей, если вы хотите отдельное видео, то пишите свои комментарии, я расскажу по поводу купирования ушей, как это всё было, где, сколько заживало, в общем, всё-всё-всё расскажу, кому интересно. Гильзочка у нас теперь тоже с такими вот красивыми купированными ушками. Сразу скажу, что я гильзе не хотела купировать уши, но муж настоял и сказал, что надо, и сам отвёз, всё сделал, вот, и сам даже потом дома обрабатывал, я даже туда не особо подходила, поэтому это полностью инициатива мужа. Вот такие две красотки-хулиганки. Собачки мои закрытые, ругаются, обычно утром гуляют собаки, вот, а сейчас гуляют курочки. Вот они, мои красавицы, ковыряются тут. Сейчас яйценоскость упала, хорошо, что мы успели и Вера заложить инкубатор, и я надеюсь, что тоже вот я продала яйца, что там всё хорошо, что развиваются хорошо зародыши, не было никаких неурядиц, как у нас с выключением света. Вот, сейчас, потому что у нас очень мало, где-то, наверное, одно яйцо в два дня несут курочки, ну, это, как бы, осенью у всех, наверное, так, вот, и я же говорю, да, слава богу, что мы успели собирать на инкубацию, и сейчас вот цыплятки к весне уже будут нестись. Вон петушок, цыплятки гуляют, и мама как раз-таки выкопала крыжовник, сейчас мы этот куст поделим, потому что он большой, старый, и будет такая, как изживая изгородь. Шёлки тоже гуляют, кстати, курочка, за которую все переживали, что я её искупала, чтобы она не заболела, всё с ней хорошо, она не заболела, но я вам показывала вот эти вот прищечки у неё, а их стало больше, я не знаю, что это такое, в интернете информацию найти не могу, вон она там яблоко кушает. Цып-цып-цып, иди сюда, идите, идите сюда. Ой, какие они же всё-таки красивые, и ой, собрались, собрались, ну куда же без вас, иди сюда, значит я Маранов зову, значит Маранов, значит Маранов. В общем, и у неё вот возле клювика везде вот эти как прищечки появились, вот, единственное, что я нашла в интернете, что это может быть клещ, но я их только вот пропоила дважды от клеща, да, как правильно по инструкции, вряд ли это клещ, вон она, не знаю, похоже вообще на какую-то как будто малярию, может быть кто-то знает, вот, я, наверное, сейчас поближе покажу, может быть, если кто-то знает, подскажет мне, чем лечить. Я обработала, кстати, йодинолом, мирамистином я ей всё это обрабатывала, вот, не знаю, думаю, может быть, стоит даже пропоить её антибиотиком. Что вы тут, что вы тут, а, курица пришла, прогнала моих цыплят, вот они, вот они мои, собрались тут вокруг меня, сейчас я поближе покажу курочку, вот, видите, у неё вот эти вот прищечки на мордочке, я не знаю, я с этим сталкиваюсь впервые, тем более эта курица, ну, покупная, я её купила, ну, мне её мама подарила уже взрослую, поэтому, ну, такие вот, если честно дела, я вижу вообще впервые, да, у курицы с этим не сталкивалась и даже не знаю, чем лечить. У неё и внутри клювика тоже есть вот эти вот как прищечки, я там всё обработала, вот, не знаю, попробую так просто пообрабатывать. Может быть, даже, кстати, у неё и внутри органы тоже как-то вот с такими язвами, да, почему она несёт всё-таки яйцо без скорлупы. Так-то она вроде бы всё чувствует себя хорошо, активная, не вялая, не, ну, как это сказать, да, не всхохливается, она вот гуляет, ну, и так продолжает хромать, вот, не знаю, что делать с этой курицей, я её уже, вот, ну, пытаюсь, да, как бы обработки, вот, единственное, надо вам пропоить её антибиотиком. Кто знает, пожалуйста, подскажите, что это может быть, потому что в интернете я информацию не нашла, такие, ну, и, как бы, друзей, с кем общаться, например, по курочкам у меня тоже нет, Вера тоже начинающий у меня, куровод-любитель, поэтому она тоже не знает, как лечить и что это вообще такое. А тут цыплятки яблоко кушают. Вкусно? Да, пушистики мои, такие хорошенькие. Естественно, конечно, тоже боюсь, что вдруг это как-то переносится, может быть, заразное. Ли цыпляточек, конечно, жалко, но я думаю, что у каждого может случиться, поэтому будем как-то лечить, стараться. Здесь у нас как-то на участке неравномерно рос, здесь крыжовник, вот прям посередине, получается, двора. Вон там вот чёрная смородина растёт, тоже получается посередине двора, ни там, ни сям, и ни рядочек вроде бы, ничего. Поэтому сейчас и крыжовник, да, сделаем как живую изгородь, и чёрную смородину тоже сейчас, ну, хочу отсюда убрать. Здесь всё-таки будут деревья, в планах, конечно, гараж, вот, поэтому здесь они совершенно не нужны. И хочу вот здесь инжир, у меня уже, кстати, начали листики желтеть. Видите, два вот этих вот инжира. Тоже хочу их посадить в рядочек, сейчас будет убираться вот это все... Все вот эти вот дрова и вот инжир хочу к забору посадить весь, пусть он растёт возле забора. Вот так теперь будет у нас расти крыжовник. Вот, посадили его вдоль дорожки, здесь будет как живая такая изгородь. Вот моя малинка, листво всё засыпалось, даже не видно, по-моему, где малина. Мне сказали, что нужно будет её полностью, так как это ремонтантная, по весне полностью подстричь, вот пока пусть она укореняется. И здесь вот будет как раз зона такая ягодная. Здесь будет смородина, крыжовник, малина. Здесь уже не будет ни помидоров, ни перцев, только вот ягодки вкусненькие. Я очень довольна, деревья ещё спилятся, вот это полностью уберётся. Здесь крона подстрижётся, будет красивая. Вот, и всё здесь будет, солнышко будет хорошо. Будет всё поспевать, будет очень вкусно. Дома тепло, благодать, если честно, инкубатор греет мне душу, потому что кто смотрит мой канал, знает, что была неприятная ситуация на самом первом таком этапе инкубации. И я думала, что всё, уже как бы всё закончилось, я буду убирать инкубатор, пытаться насобирать новые яйца гликбаров, вот. Но, но всё у нас получилось, я сейчас проветривала. Сейчас инкубатор очень быстро нагнетает температуру, нагревает обратно яйца. Видите, уже и на яйце температура поднимается. Сейчас добавлю влажности. Вот, и я очень счастлива, что всё-таки они внутри живы. Я вас копирую, их каждый день. Получается, я вам уже говорила, только два яйца было неоплодных из 15. Получается, там 15 было штук изначально заложенных яйцев ликбара и два шёлка. Вот, одно шёлковое я убрала. Оно было, знаете, с кровавым таким кольцом. Видно, что что-то пошло не так, он не стал развиваться, хотя он был оплодный. Вот, и из 15 яиц два было неоплодных у ликбара. И на стадии вот как бы, ну что, замер зародыш, ещё получается сколько, три, нет, два яйца. В общем, сейчас 11 яиц ликбара, которые живы внутри, зародыши шевелятся. Вот уже началось у нас проветривание. Мне проветривание нужно для того, чтобы не было задохликов. Я очень много читала об этом информации. И в брошюрке от Минифермер написано, что проветривание, даже если яиц мало, должно быть. Именно, знаете, не проветривание, а остужать. Яйцо надо примерно до 33 градусов. Это для того, чтобы именно заработала вот эта вот функция, чтобы сил хватило на вылупление. Вот, не знаю, как правильно это прям всё сформулировать. Пока я только новичок в этом, но я учусь и стараюсь приобретать себе новые знания. Поэтому я охлаждаю сейчас яйцо, хотя у меня там их мало, и можно было бы не проветривать инкубатор. Но чтобы были крепкие цыплята и сами выводились, проветривание я делаю теперь два раза в день. Ну, стараюсь делать в 8 утра и в 8 вечера, чтобы такой равномерный был промежуток. И, в принципе, уже к выходным начнётся вылуп. Я держу кулачки, чтобы они все были здоровые, красивые и не было шпагатиков. Я думаю, вы тоже держите кулачки за моих цыпляточек. Ну, и мы сейчас будем уже, если честно, немножко замёрзли на улице. Будем сейчас с мамочкой пить чай. Вам хорошего настроения, доброго утра и удачного дня. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»